АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ, я в ужасном положении. Я только что приехал, я с поезда. Вчера я не был здесь. Сегодня я тоже не был. Говорят, застал рассказывать анекдоты, из публики выходили. В каком я положении? Сейчас расскажу анекдот, оказывается, уже рассказали. Это же ужасно. Представляете, рассказать анекдот, который уже только что был рассказан. Я в своей жизни имел только однажды такой случай, когда рассказывали анекдоты, которые все знают. Это было безумно смешно. Я с моим партнером приехал в Иваново выступать в цирке, а там уже выступают клоуны. И вот после представления все собрались, нас человек пять, только одного клоуна не было, Толи Векшина. Он куда-то пошел там гулять. И мы сели в номере гостиницы. Одни мужчины стали рассказывать анекдоты. Ну, каждый старался рассказать то, что он только что услыхал. Смеялись, все это было смешно. И вдруг стук-стук бежит Толи Векшин. И один из наших говорит, давайте его разыграем. Он страшно любит рассказывать анекдоты. Сейчас начнет рассказывать, а мы не будем смеяться. Вот как он будет реагировать? Это смешно ведь, правда? И вот бегает Толя. Ну, как, ребята, все? Ему сразу дали рюмку. Он выпил, чтобы так сказать. Слушайте, анекдоты мне рассказали. Товарищи, и он начал нам рассказывать те самые анекдоты, которые мы буквально только что рассказывали. Но самое ужасное, он их перевирал. Он вообще анекдоты плохо рассказывал. Ну, перевирал, все наоборот. И чем дальше он рассказывал, а мы умираем. А чем больше мы смеемся, он входит в азарт, он в восторге. Он видит, как мы принимаем анекдоты. Он еще более перевирает. Это было так смешно, вы себе представить не можете. Я так никогда в жизни не смеялся. У нас был один клон пожилой, он, по-моему, чуть не умер. Он лежал на положу. Мне говорят, не надо, не рассказывай больше. Не нужно, уже плакал. Не нужно, Толя, не надо. Вот это было. Я не собираюсь рассказывать анекдоты, но я вам скажу, я с радостью пришел, когда мне Иванов позвонил, и говорит, вот будет у нас запись, вечер анекдотов, так сказать, вокруг смеха. Для меня анекдот всегда, это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. И когда я сейчас приехал сюда, я, так сказать, даже не был подготовлен, не знаю, как это все строится здесь, как это было все. Но я скажу, что я начал собирать анекдоты, а я их собираю. Вот, укажу, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. И анекдоты. И вот записывать, я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет, мне рассказал, нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он, там анекдоты, вот анекдот говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает, выходит слуга и говорит, как доложить барину? Он говорит, доложи барину, что пришел полковник. Тот убегает к барину, бледный, говорит, барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот это анекдот. Мы смеялись дупо-аду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. И когда они смеялись, я страшно обижался. Потому что смешной же анекдот. Полковник и покойник, представляете? Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. Чем старше я был, там все. У меня тетрадочка делилась так. Она была написана прилич, значит, приличный анекдот. На второй стороне неприлич, неприличный анекдот. А отец мой страшно любил анекдоты. Он, так сказать, мне, может, и привил все это. У него была тоже своя тетрадь. Он ее ввел в гимназию еще. Такая черная, клеенчатая тетрадь. И он там черными чернилами писал. Но буквально записывал строчку одну. Главную фразу из анекдота. И он уже ее помнил. Ну, он несколько рассказал. Потом, этот тебе нельзя, ты маленький, этот нельзя. А чем дальше я рос, тем больше он мне открывал анекдоты. И, по-моему, когда я уходил в армию, я уже знал всю его тетрадку. И моя тоже была тетрадь. И я ее взял с собой. Значит, служить в армии, потом война. И я ее провез через всю войну. Ну, я сейчас тоже подумал. Конечно, в то время, конечно, ужасная вещь. Вообще слово анекдот говорилось. Знаете, они там анекдоты рассказывают. То есть неизвестно, о чем анекдот. Но анекдот это уже было что-то страшное. Уже запрещенное. Причем, я дурак записывал политический тоже. Ну, как, не писал там фамилию. Все. Причем сказали, что там кого-то забрали. Кого-то арестовали за анекдот за политический. Я, да, и потом, говорят, заставят тебя. Заберут и по книжке давай рассказывай. Все. Как? Набредут на такое страшное. И все. Тебе хана. Так я для себя, вот эти политические, там я делал про Сталина. Там потом позже про Берия. Я записал, так сказать, нейтральную фразу. Но для этого придумал свой анекдот. Весьма такой, абсолютно даже не связанный, не такой с политикой. И он подходил под эту строчку. И так у меня было. Ну, слава богу, меня никто не вызывал. Для чего. Но тетрадь у меня сохранилась. И она мне помогла. После этого я, когда писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. А сейчас вообще, короче, еще недавно как-то спросили тут, полгода тому назад он выступал перед избирателями. А что у вас Никулин делает в редакции? Он так задумался, говорит, как что, расскажут нам анекдоты, наверное, коллеги. Ему говорят, хороший, он говорит, умираем со смеху. Аня говорит, что же он не печатает? Печатайте в огоньке. И так я начал печатать, так сказать, потихонечку из своих запасов вот эти вот выборки. Вот, значит, уже три номера прошло. Сейчас в следующем тоже будет. Я люблю анекдоты. Вы знаете, анекдоты, они помогают жить. Я считаю, что анекдоты нужно говорить, рассказывать только к месту. Только к месту. Что-нибудь такое происходит. И тут нужно сказать, начиная с фразы. Вот как в том анекдоте. Знаете? И мне помогало в жизни очень много. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру. Очень, так сказать, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень вот такие важные материалы строительные, которые... Я знал, это бесполезно. Тут еще землетрясения в Армении, никому ничего не дают. Я пришел. Так говорю, ну, буду добиваться. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу узнать. И он говорит, если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первые, которым я сказал нет. Я говорю, вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит, как Сталина? Я говорю, ну, вот рассказывают, что Сталин тоже однажды... У него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал, товарищ Сталин, на проводе Черчилль отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит, здравствуйте, Сталин. Потом говорит, нет, 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 да, до свидания. И помощник говорит, товарищ Сталин, вот вы ему все сказали, нет, однажды вы ему сказали, Даш, что вы с чем согласились? Он говорит, да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним пять минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили. Ну, так сказать, польза. А вообще польза. Анекдоты смешные, они смешные. Они веселят. Когда мне рассказывают хороший анекдот, я рад поделиться с вами, друзьями. Звоню по телефону. Раньше, да, стеснялся звонить по телефону. Что-то, говорит, ну, телефонный разговор, я тебе потом расскажу. А сейчас, значит, уже можно рассказывать, сейчас свободно. Вот. И по-прежнему собираю. Вы знаете, интересно, что основные поставщики у меня таксисты. Они рассказывают сюда анекдоты. Они, значит, меня, если я еду, не всегда я еду на машине. Может, я там в гости еду куда-нибудь. Я, значит, еду на такси. Я приезжаю и обратно, и всегда начинается разговор. Я говорю, что новенького. И мне рассказывают. Ну, я просто из недавних, которые, так сказать, я даже еще не включил, буквально вот эти дни, мне рассказали. Один таксист, что в комиссию Моссовета ходит, смотрит, как живут пенсионеры, как они себя чувствуют, как к ним относятся. Ходят две старушки, живут пенсионерки. Они спрашивают, ну, как вы живете? Ну, хорошо, все, ничего. Ну, как вам помочь? Да, да. Слушайте, а вот вы живете рядом со стадионом Динамо. Это уже было, да? Было, да? Дальше. Стоит пьяный, стоит пьяный, качается и никак не может попасть, двушку опустить в автомат. Он так опускает, никак не может. Утром проходит женщина мимо, говорит, о, налезался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя таксистская? Он говорит, как? Да, Абалан Датрова. Не знали. 1-1. Ну, из пьяных, я расскажу, он такой, его не напечатаешь в огоньке и вообще, не знаю, он вроде бы не печатан, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Не, анекдот неожиданно, из жизни пьяных тоже входит пьяный в троллейбус, полный троллейбус, людей, народ едет на работу, мрачные стоят. Он вошел, уже с утра поддал, говорит, братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит, и он врач. Вы понимаете, что весна, будоражит все, а? Мрачные, ну? А? Все молчат. Он говорит, ну, раз никого нет, я отолью здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ А еще расскажу вам сейчас. Анекдот. Анекдот. Каждый анекдот имеет свое время. Мне сказали, что по анекдотам можно, если собирать все в стране, можно написать историю страны этой, потому что они точно отражают все это. И вот анекдот, который мне очень понравился, он политический, как правило, политический, не остроумный обычно, и в то же время патриотический, еще более не смешные обычно. А тут как-то все сложилось так вместе, и мне рассказал его один таксист, не запомнил его номер, ну, а просто, ну, иногда я его рассказываю, он мне нравится. Это времен, вот, времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетания вооружения, и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными, такими, с мощными ядерными обоголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу, и когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились, и наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то, американская? Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американцы говорят, вот интересно, встретились, я ни разу не видал, я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так, может, давай по случаю встречи по стакану? Американцы говорят, давай, давай. Ну, выпили по стакану, американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд, я там у вас как шарахну, то ничего. Наша говорит, ну, у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, ну, трагедия какая. Наша говорит, ну, чтоб пожилее было, давай выпьем еще по стакану. Ну, я вырезался, говорит, давай, они выпили еще по стакану. Американцы говорят, ну, американский вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наша говорит, да. Что же это, какой кошмар-то, мы же с тобой погибнем оба. Наша говорит, так, давай за упокой нашей души еще по стакану. Так, говорит, давай, они выпили, американцы говорят, ну, я полетела. Наша говорит, а на пассажок. И американский, говорит, давай. Они выпили еще по стакану, и американский вдруг побледнел и говорит, что-то меня нехорошо тошнит. Наша говорит, не бойся, я тебя до дома провожу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо. Я честно скажу, так боялся, что не будет цветов. И вдруг вот, пожалуйста.